Важнейшие принципы инвестиционной политики региона не изменились по сравнению с предыдущим инвестиционным посланием губернатора, но приобрели новое наполнение и инструментарий. Так новыми станут практические шаги, которые Ульяновская область должна сделать в 2017 году. И главной для нас станет работа по 12 моделям, которые мы обсуждали, вырабатывали вместе с вами на государственном совете в ноябре 2016 года. И для этого у нас есть все. Прежде всего управленческая команда, объединенная в специальный проектный офис. Работа офиса уже идет по целому ряду направлений, предложенных в целевых моделях. Что такое эти 12 целевых моделей? Это лучшие практики со всей России по 12 направлению. Это четкое понимание количественных результатов, которые мы должны достичь и барьеров, которые нам нужно преодолеть. Не менее важным фактором развития будет реализация региональной научно-технологической инициативы. Именно в этом направлении и должна вестись работа по поиску и подбору инвесторов. Поставлена задача по трансформации экономической модели развития региона. Она предполагает создание новой экосистемы, направленной на развитие технологического предпринимательства. Для чего это делается? Это делается, прежде всего, для обеспечения существенно высоких темпов развития экономики региона, основанной на новой экономике знаний. Ключевым проектом является проект «Технокампус». Он нацелен на формирование экосистемы, внутри которой будут развиваться новые высокотехнологичные производства. Проект «Технокампуса» в наступившем году должен нарастить законодательную и проектную мускулатуру. Начнется работа над законом о технологической долине. Будет создана управляющая компания, разработана система льгот для привлечения частного бизнеса. Во-первых, я считаю, что это единственный возможный путь развития региона в горизонте ближайших 10 лет. Других путей просто нет. Развиваться в пути индустриальной экономики, скажем так, постсоветских, итогов ее, дальше не представляется возможным. Процесс привлечения инвесторов в регион все еще продолжает идти, но из-за высокой конкуренции между другими регионами и Ульяновской области нужно создавать в регионе новые ценности, чтобы эти инвесторы приходили в регионы, а с тобой здесь. И единственный способ создать эти новые ценности, и вы не понимаете таких примеров, но и тем временем это не так много, успешно, это создать ценность в виде добавленной стоимости в исследованиях и разработках. Еще одним большим новым направлением экономической деятельности станет поддержка экспорта. Готовность регионального бизнеса к выходу на внешний рынок. Конкурентоспособная экономика бывает только тогда, когда продукция предприятий пользуется спросом на мировом рынке. Нам нужны именно компании, способные встраиваться в глобальные цепочки. И они у нас есть. Но таких компаний, национальных чемпионов, должно быть, конечно, намного больше. И это задача, которую мы возлагаем на Ассоциацию Ульяновского бизнеса и областной центр поддержки экспорта. В 2017 году количество экспортных контрактов должно превысить цифру в 30, а их сумма увеличится должна до 350 тысяч долларов. Завершив послание целевыми индикаторами, согласно которым, в 2017 году необходимо ввести в эксплуатацию не менее 8 крупных инвестиционных проектов и вывести на строительную площадку не менее 14. Сергей Морозов подписал документ и передал его для исполнения премьер-министру Александру Смикалину. Дарья Сударева, Георгий Кузнецов, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды. 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 Продолжение следует...